Как создать массив? Для этого нужно его объявить. Это значит указать тип хранимого элемента, выбрать какое-то имя для массива. Оно должно, так же как и для переменной, состоять из латинских букв, может быть цифры подчеркивания. Дальше, в квадратных скобках указать тип хранимого элемента. Число – количество хранимых элементов, а индексы автоматически будут от нуля до невключительно этого числа. Можем ли мы использовать переменный размеру массива? И да, и нет. Переменный в том смысле, что при входе внутрь функции это число уже должно быть известно. Или на момент объявления число, которое я сюда подставлю, некоторое n, оно должно быть уже заранее известно. И компилятор постарается выделить соответствующее количество памяти под n-ое количество ячеек. Индексы элементов будут от нуля до n невключительно. А вот что будет храниться в этих элементах? Ну вот если мы возьмем и просто распечатаем содержимое этого массива, выделив память. Давайте посмотрим. Давайте взглянем. Итак, вот перед вами программа, в которой я создаю массив из n элементов, перебираю все индексы. И для каждого индекса я доступаюсь к ячейке АИТа и распечатываю ее на экран. Ну, пробелами обрамляю, чтобы это дело выглядело. Что мы смотрим? Что мы видим? Мы видим, что там какие-то странные числа, неадекватные. Мы таких чисел туда не закладывали. Что это такое? Это, ну, в каком-то смысле сырая память. То есть что-то, что жило на стеке до того, как там создали массив. Если компилятор принял решение этот конкретный массив запихать в дата, статические данные, ну, вряд ли, конечно, он это сделал, глядя на вот это вот. Потому что в статических данных я бы наблюдал скорее нули. В общем, шанс на то, что там будут нули, есть, но на самом деле мы не можем положиться на начальное состояние массива, и мы должны его инициализировать. Как это сделать? Мы можем явным образом задать значение, которое мы хотим. Да, вот беру 6 элементов у меня, да, n равно 6. Я сейчас это n записал в константы этапа компиляции. То есть вот то, что сейчас написано, это макрос при процессоре, который отдельно стоящую буковку n, текстовую, да, ее нельзя назвать переменной, вот, это текстовая подстановка. Он будет заменять до компиляции на циферку 6. Вот, но в итоге у меня получается, что везде, где написано n, будет на самом деле во время компиляции стоять шестерка. То есть массив из 6 элементов. Так вот, в этом случае, понятное дело, я увижу состояние, да, вот они, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ровно то, что я туда заложил. Но если представить себе, что это n большое, то это не очень удачно. Чаще всего бывает нужно заполнить массив нулями. Если я этот список инициализации сделаю покороче, вот так, например, 1, 2, 3, то я замечу, что все остальные элементы у меня заполняются автоматически нулями. То есть инициализация все-таки произошла, и вот эти дикие числа, они стерты, не только из тех трех ячеек, про которые я сказал. Вот я могу свести это к самому простому случаю, да, вот 1 и все остальное, да, и сказать, а почему тогда не 0? Давайте вот так вот сделаем. И вот это самый простой способ обнулить ваш массив, то есть заинициализировать его нулями. Вот, двигаемся дальше. Дальше, хотелось бы теперь научиться инициализировать массив не нулями, а чем-то другим. Для этого придется делать это вручную. Точно такой же перебор индексов понадобится, как это при распечатке. То есть вот я пробегаю все индексы от нуля до n невключительно, и заполняю, соответственно, в a и t какое-то значение. Ну, давайте туда положим i. В чем преимущество, что у нас теперь вот это вот действие будет работать не только для массива из шести элементов, которые я там записал вручную, да, а это будет работать даже если я это n изменю. Давайте изменим это n. Пишем сюда, например, там 10 или 20, и пожалуйста, у меня сразу вся программа, она перевычислена, да, перекомпилирована с этим числом. Это очень удобно, потому что вы, наверное, видели, что у меня n не в одном месте, да, а в целых уже трех местах. Если бы я шестерку туда вписал, жестко захардкодил ее, так говорят, захардкодил, то мне было бы неудобно переписывать это при другом n. А так я легко меняю этот параметр, у меня такой-то другой массив, другой его параметр размера. Давайте вернемся к шестерке и сделаем другое заполнение этого массива. Кроме заполнения в прямыми индексы, просто индексами, мне хотелось бы добиться заполнения в обратку. 5, 4, 3, 2, 1, 0. В этом случае мне потребуется следующая формула заполнения. В нулевом индексе пятерка, в первом четверка, во втором тройка. И мне очевидно, что нужно вычитать из пятерки. Но если я хочу сделать так, чтобы это работало не только для массива размера 6, а для любого массива размера n, то мне нужно придумать формулу. И я пытаюсь это сделать. Я говорю, давайте n минус i будет формула заполнения. А нет, не получается. 6 минус 0, это получается у нас 6. Значит, мне нужно еще сделать минус 1 оттуда. Вот n минус i минус 1 даст мне то, что нужно. Давайте посмотрим на это дело. n минус i минус 1. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Вот она благополучно у нас посчиталась. Так, теперь следующая задачка. Я хотел бы это же заполнение реализовать иначе. Смотрите. Я могу пробегать этот массив и заполнять его в обратном порядке. Для этого я сейчас вот этот вот n минус i минус 1 поставлю внутрь квадратных скобок. А заполнять буду индексами. Чем будет отличаться это заполнение? На первой итерации, тогда, когда i равно 0, я вычисляю ячейку, в которую я буду класть, и туда кладу 0. На второй итерации, i равняется 1, я вычисляю четверку, это ячейка, в которую я буду класть, и туда кладу 1. То есть, мой массив в этом случае будет заполняться справа налево, а не слева направо. Так, ну и что еще интересное можно сделать? Давайте запустим, покажу, что это работает абсолютно точно так же. Вот они, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Но на самом деле действие другое. Вот, и, какое еще заполнение нам требуется? Нам требуется заполнение ноликами-единичками. Ну, я верну обратно i. А, я показал это еще для того, чтобы вы увидели, что внутри квадратных скобок может быть вычисляемое выражение. Там не обязательно только вот i или число. Там можно выражение написать. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Вот так вот, поочередно 0, 1. Математика подсказывает нам, что тут нужно взять остаток при делении индекса на 2. То есть, просто i, процент 2 я буду класть, и получится вот такой вот характер заполнения. Понятное дело, что если я сейчас увеличу n, то у меня это дело прекрасно размножится, и будет вот так вот. Да, все поочередно 0 до 1. Ну, и еще одно заполнение более сложное. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Здесь у меня происходит, по сути, вот такая связь между ними. Как мне организовать такое заполнение? Одним циклом можно, наверное, но математически сложно. То есть, мне нужно что? Ну, либо по номеру индекса выискивать, в какое же число туда класть, либо по индексу вычислить, что же туда класть, либо по числу вычислять ячейку. Но мне проще проследовать ровно по вот этой логике заполнения. То есть, даже инициализация одного массива, она, в принципе, может быть маленьким алгоритмом, состоящим из двух циклов, ну, вообще из нескольких циклов. Это маленькая задачка. Поэтому я беру и вот этот вот цикл for, размножаю на два цикла for, ctrl-c, ctrl-v. Между прочим, ctrl-c, ctrl-v – это вещь такая опасненькая. Вот лучше бы аккуратно с этим поступать. И что я сделаю? На первом я буду пробегать значения от 0 до n пополам. А во втором я буду пробегать значения какие? От 0 до n пополам. То есть, я предпочту сейчас, для того, чтобы не думать, я буду считать фактически номера итерации. Ну, не номера, а как бы индексы итерации. Закладывать я буду не в ячейку i, а в ячейку 2 умножить на i. А здесь я буду закладывать в ячейку 2 умножить на i плюс 1. Здесь я буду закладывать само значение i, а здесь я буду закладывать значения, ну, можно было бы посмотреть и без вот этого цикла. Давайте вначале посмотрим, что сделает наш первый цикл. Он пробежится и заложит туда 0, 1, 2. Ну, в требуемой ячейке. Все в порядке. Теперь, прошу прощения, здесь я буду класть, соответственно, в нечетные ячейки, я буду класть значение какое? Это будет n пополам плюс i. n пополам плюс i. Так, ну, если я только не ошибаюсь. Ну, давайте практика покажет, что у нас получается. Да, я не ошибаюсь. Да, у нас действительно там 3, 4, 5 разлеглись в соответствующие ячейки. Да, вот мы добились этого размещения. Надо сказать, что для нечетной длины массива у меня будет не все так волшебно. Если я тут напишу какой-нибудь 15, то у меня будет одно лишнее заполнение, которое ушло куда-то в память. Да, вроде бы все в порядке. Вот 6. А, прошу прощения, наоборот, одно не состоялось. Ну, это лучше. Потому что иначе бы у меня была ситуация, когда у меня записалось бы в какую-то ячейку памяти лишнюю. А так у меня просто один элемент остался нетронутым. То есть у меня сейчас вот этот алгоритм работает только для четной длины массива. Ну, давайте останемся с этим ограничением. И я могу заметить, что поскольку у меня здесь вычисляется и индекс, и хранимое инициализирующее значение, а сам цикл пробегает одинаковые значения, то я могу вот это дело запихать просто в тот же самый цикл. Так, сейчас одну секундочку. Теперь вот это сделаем со фигурными скобками, чтобы обе операции попали в тело цикла. И оказывается, что можно, вот я на каждой итерации сразу два элемента массива инициализирую. Вот в результате у меня получится вот такое заполнение. На этом все. Переходите к следующему видео.